По мере того, как мы переходим от первого, лунного, затмения ко второму, солнечному, затмению этого сезона на новолуние 26 февраля, волна начинает изменяться, и все мы готовимся перейти к совершенно другой динамике. Лунное затмение в полнолуние определенно сделало свою работу выведения на поверхность уже знакомых нам шаблонов исцеления старых ран, и в этом процессе каждый из нас столкнулся с необходимостью совершения достаточно значительных и важных выборов. Выборов, которые, во-первых, определяют наш путь физического вознесения, и во-вторых, более полно проявятся в жизни после мартовского равноденствия. В последнем отчете я писала, что в декабре начала видеть духовным видением конкретное разделение миров, когда временные линии программы реальности разделяются до такой степени, что трехмерный мир становится все больше и больше похожим на сон, каковым в действительности является, а для тех, кто вибрационно и соответствует временной линии единства, программа пятимерной реальности начинает привлекать все большее внимание. Примечание, мой опыт говорит мне, что обычно манифестация духовного видения в физическом мире занимает, по крайней мере, три месяца. Поэтому, я предполагаю, что это разделение, которое я видела, и в результате проявления пятимерной реальности, станет более очевидным и доступным где-то в районе равноденствия. В сущности, эти точки выбора ставят перед всеми, кто занят вознесением достаточно прямые и очевидные вопросы, полностью ли вы участвуете в этом. Все ли ваши мысли отражают ваш высший выбор? Отражают ли эти мысли все ваши чувства? Отражаются ли эти чувства во всех ваших действиях? Отражаются ли эти действия во всех ваших взаимоотношениях, начиная с отношений с самим собой, и продолжая отношениями с другими людьми и с окружающим вас миром? Поскольку Вознесение затрагивает физическую сферу, и тело, нас снова и снова просят применить все наши высшие концепции в реальной жизни, и нет сомнения в том, что сдвиг становится все более и более реальным. Мы вынуждены полностью соединить свою физическую суть с нашими Я Галактического уровня. А это означает, что нам нужно полностью отпустить всю сеть безопасности трехмерного мира, чувство уязвимости и множество страхов, связанных с безопасностью, чтобы мы смогли действительно поверить в бытие. Одно дело — принять возможность Вознесения как идеи, теории или даже убеждения, и совсем другой минус поставить на это всю свою трехмерную жизнь, особенно когда столь многие сейчас вокруг нас живут в очень смутные времена. Но сейчас, более чем когда-либо, важно, чтобы мы полностью были погружены в наше Вознесение, чтобы мы полностью, вместе с руками, ногами и всем, что у нас есть, находились внутри нашей Меркаба, чтобы мы в первую очередь выбирали себя, усиливая и поддерживая свой центр, оставаясь на собственной вибрационной линии, и крепко удерживая якорь в собственном сердце истине. Это совсем не простая задача — жить бок о бок с миром и со своими близкими, которые начинают разрушаться. Одним из самых больших испытаний нашего мастерства является способность удерживать видение мира, которое мы несем в себе, и не позволить ему попасть под влияние мира окружающего. Это в высшей степени сложно игнорировать текущие физические процессы точку особенно множества изменений, идущих внутри нашего собственного физического тела, которое в данный момент является просто более плотным выражением наших старых духовных слэш-ментальных слэш-эмоциональных тел до тех пор, пока наше новое, высшее духовное слэш-ментальное слэш-эмоциональное выражение не проявится в физической реальности, отражая наше новое и истинное состояние бытия. Но для того, чтобы воплотить нашу высшую истину в физической форме, нет другого пути. Пятимерный мир и наше ожидание от него требует от нас всего или ничего. Здесь нет половинчатого выбора. Только полный выбор, полное решение, которое мы должны принять без каких-либо гарантий, но одновременно с абсолютной верой в конечный результат. Все это ставит нас в положение конфронтации с теми, остающимися внутри нас, местами, где еще сохраняются сомнения в истине нашего сердца, достоверности вообще всего этого, неуверенность в собственной силе и способности выполнить здесь эту нашу, божественную слэш-галактическую, миссию служения. В некоторых случаях этот выбор очень напрягает и даже изнурителен, поскольку мы вынуждены отпустить все наши представления о том, что такое быть человеком, и без всякого представления о том, чем это можно заменить. Вот почему последние недели у многих могли оставить ощущение пребывания в скороварке. Это давление должно было выдавить нас за пределы стойких человеческих ограничений с тем, чтобы мы позволили своему свету проникнуть в самые плотные части наших тел, привет корневой чакре, и перерезать оставшиеся шнуры кармических шаблонов, привязывающих нас к дуальности. В реальности это выглядит так, что мы, те, кто занят воплощением, должны еще до равноденствия продолжать работать над разрешением своих кармических контрактов, а после равноденствия, в апреле-май, я вижу проявление уже другой фазы, хотя пока еще очень не ясно. Тем не менее, и особенно до того, как мы подойдем к предстоящему затмению, очень важно по-настоящему исследовать те места, где мы еще продолжаем себя сдерживать, где все еще сохраняется сознание жертвы и ощущение собственного бессилия, те места, где все еще правят ограничивающие убеждения, те места, где страх и ранимость продолжают блокировать наши усилия полностью перейти в новый мир. Этот качающий между 3D и 5D танец становится таким невыносимым именно потому, чтобы мы полностью и без колебаний пришли в полное соответствие со своей высшей истиной. Дорожка становится настолько узкой, что любая самая простая неверная мысль, кажется, разрывает нас пополам. Это ощущение разделенности на двое является следствием битвы между любой оставшейся в нас полярностью, подталкивающей нас выше и выше. К полному отпусканию нашего человеческого Я и переходу к Личности Божественно-галактической. Очевидно, что если говорить о человечестве в целом, то не каждый еще готов испытать такое полное расставание, что является причиной недавних достаточно жестких испытаний нашего мастерства. Но для тех, кто полностью отрубил все привязки к ложной матрице, отделение от причинного мира уже идет полным ходом к своей манифестации. Примечание, чтобы внести полную ясность. Это разделение миров, которое я видела эфирно, является состоянием сознания, достигаемым изнутри, и отделяет нас от энергии дуальности, реальности страдания, а не от физического мира как такового. Как только мы, те, кто идет в авангарде, полностью устроимся и утвердимся в новом, мы начнем процесс воссоединения с другими, думающими и чувствующими так, как мы, строим мосты к трехмерному миру для выполнения нашей высшей миссии служения. А пока, выбирайте, выбирайте и выбирайте. По мере того, как мир разделяется, мы не только должны постоянно выбирать высшую реальность, в которую верим. Нам приходится также постоянно выбирать не становиться частью любой другой реальности. Давление, которое мы ощущаем в необходимости отказа от прошлого, будет только нарастать. Проверяйте свои выборы каждое мгновение. На чем они основаны? Что руководит вами? Голова или сердце? Ограничение или расширение? Человеческое или Божественное? Соответствуют ли они намерениям вашей души на это воплощение? Каждая мысль — это выбор. Каждый выбор — это реальность. Выбирайте сознательно.